Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вашему вниманию отзыв и обзор на книгу «Время всегда хорошее». Авторы Андрей Жволевский и Евгения Пастернак. Это отечественная фантастика. Книга рассказывает о двух школьниках. Синички и Витя. Они заболели. И каким-то чудом они оказались в комнате, которая является машиной времени. И они поменялись временем. Синичка, она жила в 2018 году. А Витя жил в 1980 году. Разные строи, разные политические режимы и разная реальность. Синичка попадает в то время, когда в школе осуждают детей за то, что они приносят в школу на Пасху куличи. И одного из школьников хотят исключить из пионеров за то, что он принес в школу Пасху куличи. Витя попадает в наше время, где царствуют информационные технологии, где нет очередей в магазинах, где есть компьютеры и есть комики. Комик – это такое специальное коммуникационное устройство, с помощью которого учатся в школе. То есть получают задания от учителя, сдают домашние работы. Однако помещение Вити в контекст 2018 года имеет положительные моменты. Потому что его сознание не обращено компьютерными технологиями. Он очень быстро с этим разбирается. И это да. Однако Министерство образования спустило циркуляр во все школы, что в этом году, в этом учебном году по версии этой книги, все экзамены будут проходить в устном виде. То есть нельзя будет сдать раньше, как раньше, тест и получить свою оценку. Это вызывает шок у учеников. Потому что очень мало кто из них умеет говорить у доски. И очень мало кто из них умеет складно говорить вообще. Вот в эти два контекста попадают ученики разного времени. И на этом строится повествование этой книги. Это очень интересно читать. Легкое повествование. Понятно, что все закончится хорошо. И потом они поменяются обратно телами, временами. И все вернется на круги своя. И Синичка, благодаря тому, что она пришла из нашего мира, она пытается всеми силами отстоять этого ученика, этого пионера, которого хотят исключить из пионеров в 1980 году. Хотя ей непонятно, зачем вообще было вступать в эти пионеры, что это значит, почему Пасха и Куличи под таким запретом и так далее. Она пытается во всем этом разобраться и применить, скажем так, свои знания из нашего мира в том мире. А Витя хочет помочь ученикам сдать экзамены устные и организует кружок. Кружок, в котором он рассказывает о методиках образования, то есть как запоминать информацию, как рассказывать ее складно. И он рассказывает о том, помогает этим ученикам сделать, скажем так, свою жизнь более насыщенной и интересной, чем просто зависание в чатах и перебрасыванием смайликов. Книга интересная, рекомендую. И что могу сказать, читается на одном дыхании. В первый раз я эту книгу прочитал в интернете онлайн, а потом я купил себе печатный экземпляр, чтобы она у меня была на полке. Эта книга переиздается почти каждый год. У меня издание 2017 года. Есть издание 2016, 2015 года и так далее. То есть книга переиздается. И переиздается неплохими тиражами для современной научной фантастики. Тираж 15 тысяч экземпляров – это достаточно, скажем так, много для современной России. Это значит, что книга нравится не только мне, но еще и многим другим читателям в стране. Спасибо за внимание. Желаю вам всего хорошего, успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok